We will, we will rock you! Здравствуйте! С вами Владимир Марков. В середине 70-х годов прошлого столетия директора музыкальных магазинов придумали ловкий маркетинговый ход. Они к популярной пластинке прилагали какой-нибудь залежалый диск. Например, любители веселых ребят могли получить в комплекте подарочном диск Луи Армстронда. Иногда от нечего делать меломаны прослушивали и навязанную им пластинку. Таким образом, масса моих хороших знакомых приобщилась к классике джаза. Может быть, и вы из их числа. Почему я сегодня припомнил эту историю, узнаем буквально через несколько секунд. Настало время вспомнить, какие события в мире музыки сделали уникальным этот день. Итак, 2 сентября 1936 года Джордж Гершвин завершил работу на «Порге и без» мюзиклом, ставшим визитной карточкой композитора и принесшим ему популярность по всему миру. Широко известна версия постановки, в которой главные вокальные партии исполняли звезды джаза Элла Фиттжеральд и Луи Армстронг. Песня «Самма тайм» из этого мюзикла вошла в золотой фонд мировой музыки и стала неким эталоном исполнительского мастерства. Количество версий этой песни перевалило за несколько сотен. В 2000 году в этот день в Нью-Йорке прошел фестиваль русскоязычного рока «Рок-марафон-2000». В нем приняли участие группы «Чаев», «Воскресенье», «Неприкасаемые» и «Андрей Макаревич». Конечно, по масштабу этот форум был отнюдь не устаком. Однако сам факт проведения такого мероприятия на американской земле стал свидетельством того, что рок-н-ролл еще жив. Более того, он процветает, впитав в себя русские корни. В 1946 году в этот день родился Билли Престон, американский музыкант-клавишник. В течение своей музыкальной карьеры он работал с такими исполнителями, как Рэй Чарльз, Литл Ричард, Боб Гиллан, Роллинг Стоунс, Арито Франклин и Элтон Джон. Особое место в его биографии занимает тесное сотрудничество с «Битлз» в период записи их последних альбомов. Джон Леннон даже высказался за то, чтобы Престон стал полноправным участником команды. Теперь мы плавно перейдем непосредственно к Ливерпульской четверке. 2 сентября 1965 года оказался одним из самых счастливых дней в творческой биографии группы. Во-первых, музыканты закончили запись песни «Естедэй». Напомним, что этот шедевр сочинен Полом Маккартни. При записи песни «Естедэй» впервые в истории «Битлз» в работе не принимал участие, никто из музыкантов, кроме самого Маккартни. Аранжировка песни состоит только из акустической гитары, на которой играет Пол, и струнного квартета, партии которого сочинили вместе продюсер группы Джордж Майкл и Маккартни. В 1999 году британская радиостанция BBC2 провела исследование на основе опросов среди музыкальных экспертов и слушателей, а также на основе показателей продаж, по результатам которого назвала «Естедэй» лучшей песней 20-го столетия. Второе событие, произошедшее в этот день, не так широко известно, но, тем не менее, достойно нашего внимания. В этот день, в 1965 году, битловский сингл «Хелп» приобрел золотой статус. Завтра, в то же время, вы узнаете о том, как началась история знаменитой концертной программы группы «Машина времени» «Маленький принц», о том, кому именно посвящена знаменитая баллада «Роллинг Стоунс» «Энджи», о том, как влияет местопроживание и налоговая политика государства на творчество музыкантов, а также о многом другом. До свидания, будьте здоровы и счастливы!